Продолжаю разговор об акне и в первую очередь о тяжелых формах акне. Мы с вами хорошо знаем о том, что тяжелые формы акне встречаются у пациентов разного возраста по результатам эпидемиологических исследований. Порядка 20% пациентов с юношескими акне страдают тяжелыми формами. Среди взрослых заболевание встречается несколько реже вообще в целом. И тяжелые формы соответственно где-то 10-11% пациентов. Но, к сожалению, здесь есть целый ряд других особенностей, которые являются результатом, как правило, более длительного затяжного течения заболевания и сочетания относительно тяжелых форм заболевания с выраженными явлениями постакне. И неважно о пациентах какого возраста мы говорим, о пациентах с юношеским акне, либо акне взрослых, совершенно очевидным выбором в плане терапии у таких пациентов с тяжелыми формами акне является системный изотретиноин. Как вы знаете, изотретиноин вообще ретиноиды являются таким своеобразным краеугольным камнем в лечении акне. И первое сообщение об эффективности системного изотретиноина именно у пациентов с тяжелыми формами акне было в 1979 году. И буквально в 1982 году уже вышли первые клинические рекомендации по применению препаратов системного изотретиноина у пациентов с тяжелыми формами акне. И они были поддержаны FDA, а затем и Европейским медицинским агентством. И с 2008 года мы с вами работаем с препаратами системного изотретиноина в Российской Федерации. И за это время накопили огромный опыт ведения этих больных, включая и определение показаний, и особенности подбора суммарной и суточной дозы препарата и так далее и тому подобное. И вот один из препаратов системного изотретиноина – это Сатрет от компании Санфарма. Находится на рынке в Соединенных Штатах Америки с 2002 года. Кстати, там он является одним из наиболее востребованных препаратов системного изотретиноина. А в нашей стране он широко используется с 2012 года. Особенностью этого препарата Сатрет является то, что да, он дженерик, но это дженерик, биоэквивалентный оригинальному препарату, что было продемонстрировано в ходе исследований у 40 добровольцев. И было продемонстрировано, что уровень концентрации в плазмокрови, воведения и так далее, он соответствует полностью оригинальному препарату. Собственно, почему же ретиноиды, и в первую очередь системные ретиноиды, мы сегодня о них говорим, оказывают такой высокий клинический эффект? А мы с вами знаем, что стойкого клинического эффекта уже после одного курса изотретиноина мы можем достигнуть более чем у 75% пациентов. Вот на данном слайде представлены результаты большого мета-анализа, который анализировал эффективность лечения пациентов с тяжелым акне препаратами изотретиноина. И это, конечно, обусловлено тем, что препарат работает на основные звенья патогенеза. То есть он подавляет продукцию кожного сала, вызывает апоптос сибацитов и просибацитов, он нормализует процессы рогообразования и дифференцировки клеток устьев сально-волосяных фолликулов, и он оказывает противовоспалительные эффекты. И мы имеем огромный и часто очень приятный опыт работы с этим препаратом. Но, к сожалению, у изотретиноина для системного применения, как и у любого препарата, есть целый ряд нежелательных явлений и могут возникать некоторые нюансы при его использовании. Собственно, об этом мы с вами сегодня и поговорим. Именно поэтому я и назвала свой доклад «Тяжелые формы акне» – это только вершина айсберга, потому что только на поверхности нам с вами видны очевидные пути, а вот жизнь толще воды может преподносить нам самые неожиданные сюрпризы. О чем же мы сегодня с вами поговорим? Мы поговорим лишь о трех аспектах, которые могут возникнуть, когда мы начинаем лечить пациента системным изотретиноином. Это обострение и фульминантное акне в начале терапии. Это риск рецидива. Это, наверное, один из животрепещущих вопросов для каждого дерматолога. И, безусловно, риск таких нежелательных явлений, как гепатотоксичность. И я совершенно целенаправленно не стала останавливаться на ретиноевом дерматите, потому что об этом говорится, как правило, очень и очень много. Итак, начинаем спускаться под воду. Обострение акне. И на первом слайде я демонстрирую вам одного из своих пациентов. Это пациент 18 лет, который направлен на консультацию для уточнения тактики ведения в мае 2020 года, то есть около года назад. Поводом для направления стало то, что два месяца назад он начал принимать изотретиноин в суточной дозе 0,5 мг на килограмм. И на этом фоне отметил резкое ухудшение акне. Доза изотретиноина была снижена в два раза. И в связи с тем, что стабилизации процесса не наступило, была сделана полная отмена лечения. При этом при обследовании отмечалось некоторое усиление увеличения соя. Небольшая тенденция к лейкоцитозу, нитерофилезу, но в то же время общие симптомы, такие как лихорадка, озноб, миалгии, отсутствуют. При осмотре пациента мы видим, что патологический процесс в большей части локализован на коже лица и представлен прежде всего плотными болезненными узлами. Итак, речь в данном случае идет об обострении акне, которое, как правило, наблюдается примерно у 30% пациентов, начинающих лечение изотретиноина. Чаще всего это наступает на третьей-пятой неделе терапии, что, собственно, и было зафиксировано у нашего пациента. Обострение акне характеризуется выраженным воспалительным компонентом и, как правило, в подавляющем большинстве случаев, в 70% случаев, мы с вами имеем возможность относительно легко пережить это обострение и не изменять тактику своего лечения. Но, к сожалению, примерно в 15% случаев обострение акне протекает довольно тяжело и требует, как правило, изменения суточных доз. При этом обратите, пожалуйста, внимание, что чаще явления обострения процесса наблюдаются именно у молодых мужчин и локализуются на коже лица. Таким образом, мы можем сказать, что к факторам риска или предрасполагающим факторам обострения на фоне начала изотретиноина относятся мужской пол, мужчины страдают в 4-5 раз чаще обострением на фоне лечения изотретиноина, чем женщины, молодой возраст, а также целый ряд особенностей заболевания. Это тяжелое течение, множественные узлы на коже туловища, но прежде всего это два и более узла на коже лица, а также, как вы видите у данного моего пациента, это крупные ретенционные комедоны или макрокомедоны закрытые. И нужно сказать, вот забегая несколько вперед, что вот такие комедоны закрытые являются сейчас и рассматриваются сейчас не только как фактор риска обострения на фоне начала лечения, но и как фактор риска рецидива заболевания. И довольно близко, но к обострению располагается фульминантное или молниеносное акне, но оно, конечно, характеризуется более злокачественным характером течения. И снова вы видите одного из моих пациентов, который получал лечение у меня в 2013 году. Он был госпитализирован к нам в городской кожно-венерологический диспансер и затем после госпитализации наблюдался у меня на протяжении двух лет. Особенностью его клинической картины, вы видите, являлась распространенный характер процесса, локализация преимущественно на коже туловища с минимальным поражением кожи лица, поражение акселярных складок, а также отличительной чертой по сравнению с обострением акне являлось возникновение мягких пузырей с ярко выраженной тенденцией к распаду и образование язв с подрытыми краями, покрытым мощными серозно-геморрагическими корками. При этом помимо лейкоцитоза, резкого усиления СОИ, повышения ЦРБ, у пациента отмечалось повышение температуры тела и также имело место узловатая эритема. Мы также с вами знаем, что вот такое фульминантное течение акне может наблюдаться у ряда пациентов на фоне начала лечения изотретинаина. Особенно часто это возникает в тех случаях, когда мы начинаем лечить тяжелые формы акне, либо на фоне приема тестостерона. И тогда фульминантная акне может развиваться у пациентов с любыми формами заболевания предшествующими. Вот, кстати, особенностью моего пациента было то, что он принимал анаболические стероиды для наращивания мышечной массы, а также по рекомендации эндокринолога, который его в связи с этим наблюдал, начал получать изотретинаин в суточной дозе. То есть у него было два провоцирующих фактора. И также, как и обострение акне, считают, что в основе фульминатных акне может лишать повышение уровня антигенов пропионобактерии акне за счет разрушения сально-волосяных фолликулов и их активная презентация иммунным клеткам. Вот, кстати, аналогичная ситуация, описана и в литературе, имеется ряд публикаций пациентов, которые также, как мой пациент, получали одномоментный изотретинаин и препараты тестостерона, и также, как у нашего пациента, имело место очень тяжелое течение фульминатного акне. Эта форма также чаще всего наблюдается у мужчин молодого возраста. И, как правило, вы видели и у нашего пациента, и у пациента, которого я демонстрировала из литературных источников, прежде всего локализуется на коже туловище. Но вот на данном слайде представлен еще один мой пациент, 13 лет с аналогичной историей, но у него отмечается существенно более редкий вариант течения заболевания с поражением кожи лица и образованием вот таких вот узлов, распадающихся на коже щек. И нужно сказать, что общие симптомы, такие как изъязвление, артерология, миалгия, острое начало, а также лихорадка, лейкоцитоз, ускорение соя, повышение ЦРБ и даже формирование остеолитических очагов входят в диагностические критерии, которые мы по степени важности делим на абсолютные и относительные. И для постановки диагноза необходимы 4 критерия, 2 абсолютных и 2 относительных. И я еще раз хочу обратить внимание на то, как отличить эти 2 состояния, потому что обострение отличается прежде всего плотностью узлов, их длительным существованием и незначительностью системных проявлений. В то время как в фульминантное акне мягкостью узлов с быстрой тенденцией к изъязвлению и системные проявления являются значимым диагностическим критерием. Что касается подходов к терапии, то вот нужно сказать, что у нас в 2017 году появилась палочка-воручалочка в виде так называемых рекомендаций, основанных на доказательствах для лечения фульминантного акне. Согласно этим рекомендациям, мы должны отменить пациенту изотретинаин, назначить преднизолон в суточной дозе 0,5-1 мг на кг не менее чем на 4 недели и далее только начинать постепенное снижение преднизолона до полной отмены. Этот этап снижения, как правило, занимает 3-4 месяца. Быстрое снижение как высокой дозы, так и на этапе снижения дозировки является фактором риска рецидива. И мы это пережили с одним из своих первых пациентов с фульминантным акне. После стабилизации процесса на 3-4 неделе мы можем включать в терапию таких пациентов на фоне преднизолона и изотретинаин. И, как правило, в таких случаях рекомендуются более низкие суточные дозы 0,25 мг на кг, затем повышение до стандартных доз 0,5 мг на кг и затем при необходимости до 0,7 и 1 мг на кг и достижение суммарной дозы не менее 150 мг на кг. Альтернативными методами терапии, особенно у пациентов со зловатой эритемой, является Добсон, а при очень тяжелых формах биологические препараты. И вот вы видите нашего пациента с фульминантным акне, к которому мы начали преднизолон в суточной дозе 1 мг на кг в связи с очень тяжелым состоянием. И далее снижение и постепенная отмена заняла у нас около 6 месяцев. И с 4 недели начали изотретинаин в форме препарата Сатрет. Пациент получил довольно высокую суммарную дозу 220 мг на кг, что было обусловлено необходимостью клинической. И вы видите, что исход здесь благоприятный, но, к сожалению, у пациентов довольно часто остаются гипертрофические рубцы. И на последнем фотографии пациент представлен через 2 года после окончания лечения. То есть практически через 4 года от начала заболевания. Рецидивы таких ситуаций наблюдаются крайне редко. А вот то, что касается коррекции обострения акна на фоне лечения изотретинаином, то здесь, к сожалению, клинические рекомендации молчат, молчат, в том числе и рекомендации Американская, и Глобальный Альянс. И они говорят о том, что при очень тяжелых формах акне мы вообще можем начинать лечение с более низких доз, и это будет являться таким своеобразным вариантом, скажем так, предотвращения рецидива, обострения заболевания. Тем не менее, вы видите, что у данного пациента мы пошли по тому же пути, что и у первого пациента с фульминатным акне. Мы назначили преднизолон, но в существенно более низкой дозе 0,5 мг на килограмм на 3 недели с последующей постепенной отменой. И через 4 недели начали терапию изотретинаина в форме препарата сатретотранбакси и начали с суточной дозы 0,5 мг на килограмм, довольно быстро подняв ее до 0,5 и затем до 1 мг на килограмм. И к концу терапии пациент получил суммарную дозу 150 мг на килограмм. Второй, не менее, важный аспект, который и вопрос, который возникает у нас при лечении пациентов с изотретинаином, это рецидивы. Мы уже с вами сказали о том, что рецидивы наблюдаются относительно редко, примерно у 20-25% пациентов, и они могут быть связаны с тремя основными группами причин. Первая группа – это причины, ассоциированные с дозировкой, то есть это недостаточная суммарная либо недостаточная суточная доза, в том числе обусловленная низкокалорийной диетой. Это особенности заболевания, а именно очень тяжелое течение и длительное течение, тяжелое окно, туловище, опять же упомянутые нами выше крупные комедоны, множественные ретенционные, курение, а также либо возраст пациентов до 14 лет, либо старше 25 лет. Итак, что касается дозировки, вообще подходы к расчету дозы очень сильно варьируют, и мы с вами можем увидеть разные варианты, которые нам предлагаются клиническими рекомендациями. Я хочу отметить, что последние клинические рекомендации 2020 года, которые висят как проект сейчас на сайте, предлагают нам ориентироваться на суммарную дозу 120-150 миллиграммов на килограмм, и примерно это такие же дозы, которые фигурируют и в клинических рекомендациях Американской Академии Дерматовенерологии. Европейская Академия, помимо достижения суммарной дозы, еще рекомендует нам ориентироваться на клиническую эффективность и назначать препарат не менее одного месяца после достижения хорошего эффекта, после терапии 6 месяцев. Нужно сказать, что низкие суммарные дозы, которые были популярны некоторое время назад, по данным метаанализа, который включал огромное количество исследований и более 17 тысяч пациентов, продемонстрировал, что дозы суммарные 100 и менее миллиграммов на килограмм являются одним из самых существенных факторов риска рецидивов. До 40% случаев, наблюдаются рецидивы у пациентов, которые получили низкие суммарные дозы. Среди предполагаемых механизмов рецидивов является механизм, связанный с отсутствием апоптоза клеток, являющихся предшественниками сибатоцитов. И именно в связи с этим после окончания терапии у таких пациентов отсутствует продолжительная супрессия продукции кожного сала и происходит более эффективное его восстановление. Помимо неправильной суммарной дозы, рецидивы могут быть связаны, как мы с вами сказали, с особенностями течения заболевания. А это гормональные нарушения. И мы с вами всегда знаем о том, что отсутствие гормональных нарушений является одной из наиболее частых причин для рецидива, в первую очередь у женщин. Но сейчас мы об этом начинаем говорить и у мужчин, в том числе очень редко, но тем не менее у них наблюдается гиперпролактинемия и поздняя атипичная врожденная гиперплазия коры надпочечников. Кроме того, гиперандрогенизм, связанный с приемом анаболических стероидов или пищевых добавок с андрогенными препаратами. Возраст младше 16 или 14 лет и семейная история акне, как правило, сочетаются. Длительное течение акне и возраст старше 25 лет, то есть мы чаще всего видим у таких пациентов либо гормональное нарушение, либо полиморфизм, гиперчувствительность рецепторов к андрогенам. И упомянутые уже нами дважды выше закрытые крупные комедоны, и ретенционные элементы. Кроме того, если мы с вами будем углубляться в каждую из этих ситуаций, то мы увидим, что очень тяжелое акне, его длительное течение являются одним из факторов риска рецидивов. И здесь обсуждаются и значения генетической предрасположенности к такому тяжелому течению акне, и полиморфизм рецепторов к андрогену, и особенность эпигенетических факторов, допустим, как характер питания, стресс, а, возможно, и сопутствующая патология, такая, как метаболический синдром. Были попытки обвинить в этом особенности микробиоты кожи, но они пока немногочисленные, и существенных результатов не дали. Особая категория больных – это больные с так называемым акне туловища. Речь идет об акне, который преимущественно поражает кожу туловища и минимально проявляется на коже лица. Такие пациенты встречаются во всех возрастных группах. Чаще всего мы таких пациентов видим среди мужчин, несколько реже среди женщин. И вот такое акне туловища является фактором риска как по рецидиву, так и по позднему наступлению эффектов изоторитинаина. И нередко требует высоких доз, по крайней мере, не менее 150 мг на килограмм массы тела. И вот вы видите на моего пациента с тяжелым акне туловищем и с минимальным поражением кожи лица, которого вы видели на предыдущем слайде перед началом терапии. Он получал лечение изоторитинаином препаратом Сатрет. Суммарная доза у него была 150 мг на килограмм, что составила 10500 мг. И вы видите блестящий эффект в конце терапии. В тех случаях, когда у пациентов имеются множественные ритационные элементы, макрокомедоны, как вы видите, еще одного моего пациента, кстати, с обострением в начале лечения акне, то здесь, безусловно, методом выбора являются снова изоторитинаин, но, как правило, перед началом лечения рекомендуется экстракция комедонов, либо их фельгурация, либо электрокоагуляция. И, кстати, такие подходы прописаны в последних клинических рекомендациях родовык 2020 года. И, опять же, вы видите еще одного моего такого пациента, который, кстати, входит в группу риска. И по обострению акне вы видите, у него не только крупные макрокомедоны ритационные на лице, но и более двух крупных узлов на лице. Тем не менее, правильный подход к терапии, экстракция макрокомедонов, начало изоторитинаина с несколько более низких доз, затем переход на стандартные дозы, 0,5 и 1 миллиграммов на килограмм. И этот пациент закончил лечение, опять же, с отретом от Санфарма, с блестящим клиническим эффектом. И вы видите его в самом конце терапии. Эффекты препарата еще продолжаются. Ну и, наконец, нежелательные явления, такие как риск гепатотоксичности. Считается, что повышение печеночных ферментов, по данным разных авторов, наблюдается у 5-35% пациентов. Но если мы с вами будем говорить о лекарственных поражениях печени вообще, не только применимо к системному изоторитинаину, то мы с вами помним, что оно может быть опосредовано по трем механизмам. Это гепатоцеллюлярному, холестатическому и смешанному. И в целом к лекарственным повреждениям печени предрасполагающими факторами являются взрослый возраст, женский пол, прием алкоголя, несбалансированное питание, а также одновременный прием нескольких препаратов. Еще одним важным аспектом является правильное отношение к изменениям показателей АЛТ ферментов печени. Обратите, пожалуйста, внимание, на данном слайде представлены клинические критерии, вернее, лабораторные критерии лекарственных повреждений печени. Для гепатоцеллюлярного повреждения мы должны с вами увидеть не менее чем двукратное увеличение показателя АЛТ и соотношение индекса АЛТ к верхней границе нормы АЛТ и щелочной фосфатаза к ее верхней границе более 5. Для холестатического повреждения повышение щелочной фосфатазы более двух верхних границ нормы и, соответственно, индекс менее двух. Нужно сказать, что изменение уровня печеночных ферментов до двух верхних границ норм изолированных ферментов далеко не всегда свидетельствует о лекарственном повреждении печени. Оно требует того, чтобы мы с вами направили пациента к терапевту для того, чтобы разобраться, а может быть в ряде случаев просто собрали анамнез как следует и откорректировали питание либо прием других препаратов. Вообще нужно сказать, что, конечно, подавляющее большинство пациентов и специалистов предпочитают довольно плотно мониторировать показатели печени и, как правило, при повышении АЛТ более двух верхних границ все отменяют изотритинаин. А вот то, что касается возможности повторного назначения препарата после окончания, потому что мы не достигли, допустим, клинического эффекта в отношении акта, этот вопрос остается дискутабельным, представляет собой своеобразную дилемму. Тем не менее, в журналах имеются публикации о повторном назначении изотритинаина пациентам с тяжелыми формами акне после того, как на фоне первой попытки терапии отмечались высокие показатели АЛТ, препарат был отменен, далее пациент получал корректирующее лечение у гастроэнтеролога и терапевта, а затем препарат был возобновлен для лечения акне, и пациент его благополучно перенес. Поэтому вот этот вопрос должен, конечно, решаться индивидуально в каждом случае. Но я уже сказала, что когда мы оцениваем и диагностируем лекарственное повреждение печени, мы должны учитывать очень много аспектов. В частности, аспект, связанный с приемом других лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Потому что одним из факторов риска по лекарственным повреждениям печени является одновременный прием нескольких препаратов. А если пациент принимает 5 и более препаратов, то риск повреждения печени лекарствами достигает 90%. И вот наши американские коллеги, проанализировав данные о пациентах, у которых отмечалось повышение показателей АЛТ на фоне лечения или изотретинаином, продемонстрировали, что значительная часть этих пациентов одновременно принимала различные другие препараты, в том числе биологически активные добавки и спортивное питание, белки, креатинин, растительные экстракты. И, как ни странно, отмена этих биологически активных добавок привела к нормализации трансаминаз. Помимо биологически активных добавок, наши пациенты могут принимать лекарственные препараты по поводу сопутствующей патологии, допустим. И тогда мы с вами можем оценить возможность лекарственного взаимодействия между изотретинаином и данным препаратом, воспользовавшись контролером лекарственных взаимодействий. Для этого нужно зайти на соответствующий сайт, англоязычный или русскоязычный, ввести в соответствующие рубрики 1, 2, 3 и более препаратов и посмотреть результат. Вот здесь мы, допустим, проверяли, есть ли взаимодействие между изотретинаином и метформином, и увидели, что такого взаимодействия нет, и мы пациенту можем спокойно назначать оба этих препарата. Всегда большой вопрос относительно того, назначать или не назначать гепатопротекторы. Я неоднократно задавала этот вопрос клиническим фармакологам, терапевтам, и если у вас есть такое желание, есть такой запрос со стороны пациентов, то, конечно, такой препарат назначить можно, но я не могу сказать, что я вот его однозначно рекомендую, то есть здесь нужно решать вопрос индивидуально, и, конечно, если вы будете сравнивать основные сейчас гепатопротекторы, это адаметионин, который является, наверное, одним из самых востребованных сейчас гепатопротекторов. Ну и, наконец, заканчивая разговор о нежелательных явлениях, мы должны буквально два слова сказать о риске гиперлепидемии и дислепидемии, которая по данным литературы как будто бы регистрируется несколько чаще, чем повышение показателей трансаминаз. И здесь, конечно, нам в помощь полиненасыщенные жирные кислоты, которые издавна используются терапевтами для коррекции гиперхолестериномии, в том числе у пациентов на фоне изотретинаина. И вот обратите, пожалуйста, внимание, в 2015 году была опубликована интересная статья, где изотретинаин назначали пациентам с АКНЕС с исходно нормальными и несколько повышенными показателями триглицеридов. И к концу терапии даже у пациентов с исходно повышенными показателями триглицеридов, которые получали полиненасыщенные жирные кислоты, например, омега-3 в суточной дозе от 800 до 1200 миллиграммов, в статье было 1000 ровно миллиграммов, они закончили терапию со стабильно нормальными уровнями холестерина. И нужно сказать, что эти же авторы, кроме того, отметили, что на фоне приема полиненасыщенных жирных кислот пациенты как будто бы легче переносят ретиноевый дерматит, о чем сделали соответствующую ремарку. И, собственно, эта ремарка послужила основанием для того, чтобы другая группа исследователей, обратив на нее внимание, провели соответствующее клиническое наблюдение и продемонстрировали, что пациенты, которые получают полиненасыщенные жирные кислоты, в частности омега-3 в суточной дозе 1000 миллиграмм на килограмм, действительно имеют менее выраженные явления сухости губ, то есть ретиноевого хелита, сухости кожи, ретиноевого дерматита, сухости слизистой носа и глаз. Поэтому мы сейчас очень широко используем жирные кислоты, полиненасыщенные, как адювантную терапию при лечении системным изотретинаином. Таким образом, мы можем с вами сказать о том, что не бояться смотреть вглубь проблемы и под воду нашего айсберга нам могут помочь знания и навыки. Предупрежден, значит вооружен. Мы помним о том, что когда мы видим факторы риска обострения акне или фульминантного акне, а это тяжелое акне, ретенционные элементы, крупные комедоны, закрытые комедоны, что в ряде случаев мы можем начать терапию с несколько более низких доз суточных и затем перейти на стандартные суточные дозы 0,5 и 1 мг на килограмм до достижения стандартных доз суммарных, то есть 150 мг на килограмм. Для риска рецидивов, предотвращения рецидивов, нам нужна адекватная суммарная доза и идеально адекватная суточная доза, то есть 0,5 мг на килограмм в течение первого месяца и 1 мг на килограмм до достижения суммарной дозы. Ну и для лекарственного поражения печени мы можем сказать, что это довольно редкое явление при приеме из-за третинаина, чаще всего носит транзиторный характер и наблюдается на ранних этапах терапии. А при повышении уровня липидов мы можем с вами использовать полиненасыщенные жирные кислоты. И на своем заключительном слайде я хочу вам анонсировать и представить наш образовательный проект, который называется «Школа Акна».